Добрый день, я рада приветствовать всех присутствующих, а также рада выступать в данной последовательности, так как уже была охвачена огромная тема, очень емко предыдущие спикеры рассказали. Я хочу поделиться с вами способами снижения затрат на производство сельскохозяйственных культур в наступающем сезоне, отталкиваясь от нашего опыта предыдущих лет. Как вы знаете, компания «Пионователь» занимается производством и разработкой биологических средств защиты растений. В процессе своей работы мы разработали несколько программ кандидации препаратов, которые наиболее эффективно себя показывают и позволяют нам получать ту выгоду, которую мы хотим получить с вами. Первая программа называется «Защита». Она включает всегда два фунгицида. По своей эффективности она сравнима с химическими препаратами, за счет чего мы это добиваемся, сейчас постараюсь объяснить. Первый препарат, входящий в данную систему, это «Органика-С». Это биологический фунгицид провангированного действия. Здесь находится у нас действующее вещество жизнеспособной споры штамбы, пацирус, аминоликфациенс. Это бактерия, это природный симбионтезосферы «Орня» в процессе своей жизнедеятельности. Она уничтожает патогены бактериальной и грибной этиологии, в чем преимущество данного фунгицидо, как я уже сказала, это споровое состояние. Он активизируется, работает, если мы говорим о листовой пластине до двух недель, до 20 дней, в зависимости от природных условий. И в корневой системе работает весь период вегетации. То есть эта бактерия заселяет корневую систему и защищает ее от грибных, бактериальных заболеваний, корневых гнили, что для нас очень актуально. И ее споровое состояние очень эффективно себя показало на семенном материале. То есть сейчас, когда мы протравливаем семя, у нас спора на нем закрепляется и остается до момента внесения в естественную для нее среду. То есть когда мы семя сажаем, высеваем, она выходит, активизируется, выходит в активное состояние и начинает процесс защиты. Когда у нас химические средства прекращают уже работать, а за предыдущий сезон, мы с вами знаем, что у нас семя может лежать и в сухой почве месяц, и два, и пять, как показывали в предыдущие года. То есть химический препарат у нас перестает работать, биология, она никуда не денется. Живой организм, он живет вокруг семьи и защищает ее от патогена, что нам позволяет снизить выпады, которые в некоторый сезон у нас были в Волгоградской области, в частности катастрофическими. То есть когда начинает развиваться корневая система, данная бактерия заселяет ее, образует своеобразную защиту чухол и опять же препятствует провикновению патогена в молодую корневую систему, позволяя нам получить здоровое растение на старте. Следующий фангисы, входящий в данную систему, это псевдобактерин-3. Псевдобактерин-3, она уже находится в живом состоянии, то есть где-то бактерия, которая уничтожает сразу, подобно химическому препарату, она сразу зачищает и уничтожает патоген, который у нас находится либо на семенном материале, либо же на растении, на вегетирующей массе. Также до 20 дней держит защиту, но эта бактерия корневой системы у нас не живет. Она работает моментально, плюс выделяет еще и великую фруксную кислоту, которая является естественным стимулятором роста, то есть такой войной защитный эффект. Следующая программа называется «Стимуляция питания». От ее названия мы видим, что она направлена на развитие растений и на их бесперебойное питание. Первый препарат, который входит в ее состав, это пиодокс, это многоцелевой регулятор роста. Этот препарат стимулирует иммунную систему, утолщаются клеточные стенки, ускоряются ростовые процессы. Также, если это вегетирующее растение, то у нас повышается ростовая пластина и увеличивается фотосинтез, соответственно, растение у нас развивается быстрее. Если это семенной материал, мы ускоряем с вами прорастание и делаем его более дружным и активным. Далее два мобилизатора питания «Органит-Н» и «Органит-В» — это два микробиологических препарата, микробиологических удобрения. Две бактерии, которые позволяют нам питать растение весь период его жизнедеятельности, о чем мы говорили, не образуя таких провалов. То есть это две бактерии, которые заселяют, опять же, лизосферу корня. В процессе своей жизнедеятельности «Органит-Н» фиксирует атмосферный газон и делает его доступным для растения, для его питания. «Органит-В» переводит фосфор и калий, которые у нас есть уже в почве, доступные для растения в форме. То есть из-за того объема удобрений, которые мы с вами вносим, мы знаем, что от 20 до 40% нам вибраются, все остальное вымоется. А придет недоступные формы в зависимости от погодных условий, от показателей почвы, от качества почвы. Поэтому, чтобы просто не закапывать свои деньги, данные два препарата помогают вам максимально эффективно использовать несимые вами удобрения. Плюс они позволяют сократить внесение удобрения, внесение нормы до 20%. То есть с сегодняшними ценами это весьма актуально. Здесь представлена часть нашей итоговой таблицы по сегодняшнему сезону. Здесь мы видим регионы, мы выбрали приближенные регионы к Ростовской области, сама Ростовская область, Краснодарская, Волгоградская. А если мы использовали программу защиты, то в основном в этом году мы боролись с стириозом. Схема предприятия даже не ставлена, цены не указаны, потому что для каждого из вас цена на химический препарат она своя, в зависимости от закупки. Схема компании Бионовайск указана, стоимость и собственно с чем боролись и как победили. А если мы говорим о питании и стимуляции, то это развитие вегетативной массы от 25 до 30 см мы видели на контроль. И развитие растений с применением нейронных стимуляторов, оно было более интенсивно, что соответственно у нас отразилось на прибавках урожайности. В центнерах это было от 3,4 до 7,8%, от 6,4 до 19% прибавки. Что сейчас мы предлагаем и что мы можем сейчас сделать для почвы благодаря биопрепаратам, именно природным организмам. Первое, о чем я хотела бы сказать, это не заканчиваем мы, а вот начинаем сейчас подготовку почвы к внесению оквысива семян. Это обработка органика F, это также биофунгицид, который защищает почву и растения от грибных заболеваний. То есть триходерма аспирилум это один из самых пластичных штаммов триходермы, который живет от 4 градусов. От плюс 4 до 35-40 в почве, то есть и зимой под снегом она работает, и сейчас эту же руку, когда мы ее вносим, она работает. Она уничтожает от агента, либо прямым паразитированием, то есть в прямом смысле слова его съедая, либо же просто когда разрастается, она его потесняет и не дает ему там жилить. Плюс еще разлагает растительные остатки. То есть мы возвращаем макроэлементы в почву, мы обеззараживаем почву, упрощаем обработку, и также мы с вами снижаем благоприятное влияние оставшейся соломы на последующую культуру. Плюс еще здесь есть препарат, который не имеет аналогов на сегодняшний день. Если вы используете гербициды на основе мазомокса и мазопира, он ускоряет их разложение в 2-3 раза. То есть этот микроорганизм, он, грубо говоря, разрушает, поедает данные остатки и снижает неблагоприятное влияние на последующую культуру. Также мы можем и триходермы, и рестарт использовать весной при наступлении положительных температур, если мы сейчас переживаем, так что у нас мало влаги, весной, когда плюс 5, у нас маленькая солнечная инсталляция, у нас хорошая температура, и, в принципе, эти препараты также отличие от себя показывают. Что касается предпоседной обработки, почву мы с вами подготовили, обеззаразили, убрали всех лишних, и, как я уже говорила, вносим микробиологические удобрения, они у нас питают растения, и на моменте старта позволяют ему не испытывать этого дефицита. И плюс биодокс, он стимулирует ростовую систему, стимулирует иммунную систему, и защищает растения не только от патогенов, да, когда наступает патоген, у него начинает утолщаться клетчатая стенка, плюс также защищает от химических стрессов после обработки, если мы применяем химические препараты, и плюс от каких-то природных факторов, в том числе и припады температуры в зиме. А, фунгициды, псевдокактерин, как я уже сказала, он у нас зачищает моментально поверхность зерновки, а оргамика S, она будет защищать тогда, когда у нас семя попадает с почвы. Все данные препараты, совместимые в факовой смеси с химическими препаратами, хранить мы можем обработанные семена до 45 дней, то есть нам не обязательно сегодня обработать, завтра посеять, но мы должны помнить, что любой биопрепарат, в виде солнечной инсталляции, то есть какая-то хотя бы минимальная защита в виде навеса или какого-то бара у нас присутствовать должна. Что вы получаете? Вы получаете пролонгированную защиту, в комбинации со своими химическими средствами защиты или же без них, вы получаете более эффективное использование средств вложенных ванях, и плюс биопрепараты, они не вызывают устойчивость к патогенам организма, то есть ни один патоген может противостоять, естественно, скажем так, хищнику. Но единственное, если есть необходимость и духомазория, к сожалению, пока биопрепараты головнёвые не борят, поэтому мы должны применять словать. На сегодняшний день линейка компании представлена достаточно широко, регулятор роста удобрения и фунгициды я вам озвучила, также есть микробиологический инситицид, из новых разработок, о чем я говорила, Рестарк, это деструктор, для глицидов, вот он. Также у нас появляется, а сейчас приходит испытание и регистрация первой и единственной на сегодняшний день системной фунгициды системикой М, это биопрепарат, который будет работать внутри растения, проникая в сокодвижение, а также починный инситицид биослипок, это препарат, который будет бороться со слезняками, то есть это есть водовые какие-то, овощные, фруктовые, хозяйство, либо же наутилы, он достаточно эффективно будет себя показывать. И, собственно, почему мы добиваемся таких результатов, почему наши препараты эффективны. На сегодняшний день на купинке России и стран, женщин и зарубежья, это единственное такое производство, масштабное, высокотехнологичное, есть ферментеры, которые делают жидкие препараты и сухие, и плюс у нас социалистическая линия розыгрыша, куда человек не имеет доступа, то есть мы минимизируем влияние человеческого фактора до производства. И с 2019 года занимаем первым местом по прорабатываемым площадям России. Спасибо, Наталья Михайловна. Есть вопросы сзади? Поднимайте руки. Хорошо, Наталья Михайловна, тогда мы вас отпускаем. Спасибо. А, да, вот, Артем Николаевич. В этом году начали опять пробовать пиво, когда работали, но не было услышанности, произвести не гарантирующей стабильности этих препаратов. В этом году опять, уже, наверное, 4 производителя мы взяли, деструкторы из страны попробовали, мы несли уже все это сделать, мы не смотрели на результаты. В этом году весь по столкнулись с проводщиком, ну, на некоторых полях очень много. там, вот, и семена флорзе, ну, то есть, вроде бы он все равно пока, он дополз, усил, усаскивает, там, грузу, на ней проблочек, если подсолнечник, все покрыли, покусали, сдохли, но в этом время не слили. А если какой-то пиво препарат, вот, чтобы унести его, в низком у нас в течение пультивации нет, и поэтому, как бы, внести в почву какой-то экран создать, чтобы он там, может, размножился, пока грипп или бактерия, какая-то, которая бы, ну, сдержала рода, там, трактор-породочек. Да? А, правда? Здесь мы с вами можем на профилактику сработать вот без зима. Давай. Да, я уже прочитал, у вас на сайте, там написано, что 20 минут работает, а я, когда мне его нести, если вы будете? Ну, за какое время долго ходите зимой? Это очень уносительно. Ну, во всех дебилях последняя отработка очень уносит все, и вот потом все, весной, лего, серый. Но здесь зависимость от подокенного фона, то есть, без анализа, я вам так не могу сказать, насколько он там долго будет жить, и в любом случае, весной нужно будет возглавлять отработки, потому что и температурные режимы, они немного понизят концентрацию препарата, и плюс, опять же, вот тот подокен, который там существует, этот препарат активизируется при наличии любого белка, то есть, вы осенью внесете, и те личинки, которые там есть уже изначально зимой, то есть, с ними он начнет уже работать. И, в чем еще плюс этого препарата, он обрадает эффектом перезаражения, то есть, все те сфоры, которые идут, останутся, либо же там между собой насекомые как-то соприкасаются, они поползли дальше, и они пошли дальше заражать тех, с которыми они коснутся. То есть, мы сейчас можем отработать с вами, но, скорее всего, это будет работа именно с ними, которая вот сейчас здесь есть. Если попробовать что-то в профилактической, то это лучше, конечно, дорабатывать еще раз. А медали, где у вас, да, внутри? Ты вон. А, ой, в самом деле. Медали, здесь вовремя, 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 вовремя. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok